Всем привет! У нас уже, наверное, весна. Мороз, но солнце. Уже так тепленько. Относительно, конечно. Я сейчас бегу в больницу. Все уже здесь. Это первая больница на Красном Китере. У меня здесь лежит мама. Если вы смотрели мой предыдущий влог, то видели. Я там в конце говорила о том, что маму положили с двусторонним Матитом или Моритом. Вот. Поэтому она лежит в больнице. Ника дома с температурой. У нее бронхит. Дема и я пока держимся. Поэтому как-то так. Весна вроде бы уже заходит солнышком. Поэтому уже будет легче. Потом я еду домой. И там будет кое-что интересное. Если у вас здесь, это вам тоже будет интересно. Так что оставайтесь со мной. Так, так, так. Привет! Много шариков. Вот. А это здесь целых три пакета с подарками и четыре игры. Давай будем смотреть, что тут. Да? Таких четыре бегемотика. Их надо кормить. Это вот играть прям все вместе. И с сестричкой, что ты игрался, и с мамой, и со мной. Можно поиграть. Это игра-операция. Тут у нас есть больной Сэм. Вот Сэм. Он болеет. И надо Сэму помочь вылечиться. Там надо будет доставать из него всякие болячки пинцетов. Вот. Еще одна игра. Это крокодонтист. Смотри, тут есть такой крокодильчик. Вы не поверите. Буквально пару дней назад мы видели рекламу, и он такой, я хочу, я хочу, я хочу. Да ты даже знаешь, что это за игра. А это? Это слоник элефант. Это вот такой слоник, который из хобота у него вылетают его друзья бабочки. Их надо ловить с очками, этих бабочек. И они летают, и надо с очками их ловить. И выигрывает тот, у кого больше всего бабочек. Кто поймает? А это кто такой? Это же слоник вот этот. Видишь, вот этот слоник, вот его ушки, вот его хобот такой. Из него, видишь, вылетают бабочек. Ну, 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 бабочек. Сколько игрушек, да, Девит? Сколько подарков. Ну что, какую игрушку будем... А это батарейки для слоника. Да, батарейки сюда. Где моя? Большие. Вон он, крокодинчик, да? А, зубы! А, зубы у него! Смотри. Открываем ему максимально пасть. И надо нажимать по очереди на зубки. Ну, давай, начнешь ты. Съел! Все! Так, ну что, давай еще пробовать? Да. Теперь давай. Оп. Аба, я проиграла. Теперь вы между собой, знаете, вдвоем. Давай, начинай, Дема. Теперь ты, Дема, давай, нажимай. Оп. Не, не, на одну. Ну, давай, теперь ты. Теперь ты нажимай. Дема, давай, давай, давай. Давай. Съел тебя! Вольно? Нет. Нет? Я не буду. Все, отлично. Еще будем играть? Да? Счет три. Начинаем играть. Нажимаем на бегемотиков, и они будут кушать шарики. Понял? Да? Нажимай на хвостик. Тогда быстрее. Надо покажать. Ну что, давай? Нажимай. Мама, еще шарики. Дема, побеждаю. А смотри, я меня сейчас в офф. Что-то осталось. А шарики у меня есть. Ну, оранжевый. Какой хочешь? Вот этот. Оранжевый? Хорошо. Еще шарики есть. Смотри, распакуем сейчас. Это бабочки. Так, ну нам надо будет место. Сейчас сюда поубираем чуть-чуть вокруг. Бабочки менять. А, ты бабочка? Ты сам себя поймал, сачок? Ой, какая бабочка, мама, я съеду. Ну все. Сейчас будет бабочки улыпать. Ловим бабочек. Лови, лови. Я тебя жалови. Дема, так не честно. Запросил парень. Дема, так не честно. Так не честно. Лови, когда они летят, и ты их лови, когда они летят. Опа, вылетели. Лови, лови, лови. Опа. Я соберу бабочек, которые напал. У тебя сколько? Вот так. Да, а теперь открываем. Как? Смотри. Раз, два, три. Ух ты. А знаешь, кто это? Ну смотри, вообще его зовут Сэм, но ты можешь ему придумать свое имя. Как хочешь, так и назвать. Как его будут звать, а? Не нажимай сюда. Это лампочка. Сейчас я тебе все расскажу. Но сначала тут надо вставить батарейки. Ищи, кто там у тебя, покажи. Что там нарисовано? Вот это вот, что это такое? Собачка. Собачка, ищи, где собачка. Где собачка на картинке? Ищи. Ищи собачку. Клади собачку туда. Внутрь, внутрь. В дырочку, в дырочку вкладывай. Вот. Это его собака за пятку укусила. Видишь? Теперь ищи давай другое. Что там у нас еще? Вот так ее вытаскивают, чтобы не зацепить Сэма. Смотри, когда ты цепляешь Сэма, ему становится больно, он начинает вибрировать, и нос у него красный сразу. Смотри. Ай! Ему больно, видишь? Видишь? Ага. А когда ты аккуратненько вот так достаешь и не цепляешь его, то ему не больно. И ты его вылечил. Давай положим обратно. Давай, ты первый будешь пытаться. И кто больше всего достанет болезней, тот и выиграл. И так, чтобы ему не было больно. Аккуратно. Не-не-не, смотри, ты достаешь, смотри, аккуратненько, чтобы Сэма не зацепить пинцет. А-а-а-а-а, все, болит. Ай-яй-яй. Сэма больно, Сэма больно. Ах, ты ж такой врач, ему больно, а ты смеешься, да? Достань так, чтобы ему больно не было. Ай, я не могу. А ты смотри вот так вот, очень-очень аккуратненько, вот так, смотри. Подожди, я тебе покажу. Так вот, видишь? Сейчас без... Смотри. Он очень боючий. Ну, не так, видишь? Вот, видишь? Все, получилось. Аккуратно. Давай еще, ничего, 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 еще. Давай, 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 давай. О, почти. За лавку, за лавку, за лавку. Не, за лавку бери, за лавку. Да, вот. Почти. О, молодец! Папа приехал, привез муки. А шо это такое? Это собачка. Это, как, знаешь, у них, наверное, как пасочки. Ну да, он яйца. Это моя пасечка. Это моя пасечка. А покажи свой подарок. Где твой подарок? Холодильник засуну. Холодильник доставай. Вот он такой. Доставай, это и покажи, наверное. А это ты откуда привез? Строги, по-моему. Строги? Ого. Это же там какая-то игрушка огромная. Шоколад-то тебе, Демка, нельзя. Он знает, что ему нельзя шоколад, поэтому он играет только как игрушками, которые внутри. Да, все. Мам, чай наливай, а то сликнулся. Баки! А не на него. У них и такой красный глаз вообще. Сейчас как и лево, да? Да, с этой стороны вообще. Жесть такая. А ну на меня, глянь. На меня, на тебя. А это мамик. Боже, у меня само глаза заслезили, глядя на тебя. По-моему, уже тапочек у вас. Да. А маме что? А маме поесть. А маме поесть. Мы сейчас с Никой лежим. Демка спит. И я вернулась домой. Вот была у бабушки Оли. Она в больнице у нас лежит, как вы знаете. У нас Ника следом за ней приболела. И сегодня утром тоже Демка. Я пока еще держусь. Не, не надо закрывать, малыш. Вот. Ну и я вернулась. И Ника мне начала рассказывать про братьев кого? Мангольфье. И я решила заснять. Думаю, ну если... Она говорит, мама, я же тебе рассказывала, ты разве не помнишь? Честно, не помню. Поэтому вот она расскажет еще раз. Ей такая информация интересная. Думаю, вдруг вам тоже интересно. Послушайте. Так вот, знаете, большой воздушный шар. Я не помню, как он называется там. Какое-то умное название. Если вы помните, знаете, то напишите в комментариях, чтобы я точно запомнила. Так вот, первый такой воздушный шар был придуман в 1800 каком-то году. Его придумали братья Мангольфье. И сначала шар... Не было ж никаких газовых горелок, поэтому развели костер. Шар напомнил. Испалили нафиг шар. Ну, не знаю. Попытка один. Вот все-таки они... Потом они не сдавались. Все-таки шар... Испалили шар номер два. Извините. Мы часто так смекаем просто. Так вот. Шар все-таки взлетел. Это она смеется, потому что еле сдерживаясь, чтобы дальше не продолжать. Он загорелся в воздухе. А если серьезно, то он пролетел небольшое расстояние. Потом посадили на этот шар гуся, петуха, барана и... Испалили в космос. И еще там кого-то. Кто вернется живой? Это челлендж. Челлендж девятнадцатых веков. Так вот. Каждый развлекался как мог. Отсутствие интернета давало свои годы. Шар полетел так, по-моему, два километра, и люди типа все ура, они летят. Успешно приземлился, все животные, к счастью, вышли. Вот я думаю, кто из животных управлял и кто посадил. Ну, в шаре когда-то закончится теплый воздух. И он когда-нибудь сядет. Представь, в два километра в шаре висел этот теплый воздух. Круто. В костре. Молчу, я молчу. Дальше. Вот. И потом уже туда забрались братья Мангальхе. Потом шар стал адаптироваться, он стал гораздо удобнее. К нему прикрепили корзину, и теперь шар это... Стоп, а где тогда не было корзины? Как они, держались за что-то? Ну, в шаре там был такой, как воротник. То есть, вот это шар. А где ты вообще-то раскопала эту информацию? Я уже не помню. Где-то раскопала. Всем доброе утро. У нас тут лазарет. Ника с бронхитом, и Дема, видно, подхватил. Несколько дней все было нормально. И вчера была температура 38,5. Сейчас сделаю малому. Кашу. Пюре и кашу. Пюре, девочки. Я добавляю... Это обычное яблочное пюре в пароварке. Потом я добавляю туда банан, чернослив, курагу и изюм. Очень вкусно получается. И можно кушать как отдельно к пюре, так и добавлять уже, например, в готовую кашу. У него кукурузная каша без глютена. Да, кушай, малыш. Также я сварила компот. И видите, как мы пьем, чтобы было интересно. Компот. Со шприца. Потому что так пить не хочет. А со шприца это как игрушка он играется. Не хочу давать никакие лекарства. Тем более это вирусное. Сейчас у него 38,5. Но он такой жизненький. Но я имею в виду, нет такого. Знаете, как дети, когда сильно болеют. Очень черное. Это потому что чернослив там. Поэтому я не сбиваю. Пусть пока организм борется сам. Я не хочу давать никакие лекарства. Нам хватило его в том году. Атита с антибиотикой. О, молодец. Ложи вот сюда вот ко всем игрушечкам. Сюда. Вот сюда вот. Сюда вот. Пчелка жужжу. Бедная тумбочка. Мама ее до дыр протирает. На белое, на самом деле, на белом, ну, как бы не видно грязи. Но именно видно пальцы или косметику. Когда ты пальцами косметику потрогала там, ну, может быть, где-то пудра или что-то такое. Потом дотронулась. То оно все остается. Поэтому надо его оттирать. Ну, я вижу-ка воду этой. Для? Да. Ну, я все и Си Си, и еще Майка, и еще собачку я витиню. Ой, ты вытянут собачку. Молодец. А! Прости, Сэм. Так, ну что, мы все достали? Ура, мы вылечили Сэма. Тебе нравится делать Сэму больно? Да. А-а-а, тычет Сэм. Смотри, как он вибрирует. Давай еще один. Еще раз? Даже стул до дырок протираешь. А она у меня все снимает. Слушай, играетесь уже. Я хочу, я еще хочу. О, Дем, иди принеси крокодила. Крокодила? Почему крокодила? Поиграем сейчас с крокодилом. Крокодила? Крокодилом проглотила. Ам, 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 ам. А-а-а-а. Так неси крокодила. Да, неси. Не собачку. Если так делать время тренинг, ты можешь все тунжки почистить. Ты начал кашлять, да, Демид? Нет. Не кашляю. Если... Это я говорю Нике на самом деле, но она не снимает. Ей уже 13 лет, и по идее она уже должна... Ой, ты смотри. Надо выключить камеру, вы же дальше рассказывать. То получается, что если, ну, как бы протирать все время тумбочки, все время я имею в виду хотя бы раз в две недели, вот так, как я, то они всегда будут чистые. Это я говорю для Доминики, еще раз повторюсь. Вот. Это тот, у кого температура, он под норофеном. Ты так сказала, под норофеном. Ну, я имею в виду, что дала только что норофен. Вот, потому что начала ползти вверх температура. Нике к чему говорю? У меня Ника, она как бы мне помогает. Она больше помогает мне с Демидом, в плане, там, поиграться с ним. Но мне хочется, чтобы она уже помогала мне по дому, потому что 13 лет, я вспоминаю себя. Ну, я в 13 вообще все делала по дому. Я не говорю, чтобы она делала все по дому, но, по крайней мере, тряпочкой протереть тумбочки, я думаю, она в состоянии, да, любимая моя доченька? Конечно. Ну вот, это я сейчас тебе показываю, как это делаю я. И, на самом деле, что это не сложно, это в какой-то мере даже, можно сказать, медитация. Потому что, когда ты трешь тумбочки, оттирай от них всякие лапки маленьких деток, вот. То получается, ты как бы в своих мыслях. И можно что-то даже себе подумать. Спи ты. Ай! Да-да-да. Я же все делаю, я вообще такая трудолюбивая. Я вообще самая работящая девочка на земле. Ты самая талантливая, но далеко не работящая. А я не могу. Признайся. Ну, это мелочи. Это мелочи. Это и мне особо важно. Ну, естественно, особенно маме. Это особо важно. Нет, я хочу, чтобы ты была счастливой. Для меня это важно. Но я имею в виду... А теперь ты... Склад игрушек. Мы планируем переезжать через месяц, через полтора. Поэтому я обещала на канале «Жизнь мамы, которая девушка», показать, как я заполнила этот комод. Но так как мы переезжаем, я не вижу смысла его заполнять. Поэтому он у нас пустой. Идем сюда, складывая свои игрушки. Просто верхние две полки у меня... Там часы лежат, всякие бумажки. То есть, знаете, то, что в первую очередь может понадобиться. А потом я, конечно, заполню. И там будет много чего интересного. Но пока я сделаю ремонт, я не знаю. В общем, впереди будет много интересных видео, я думаю. Так что оставьтесь со мной. Давай, куколка Коказила, давай. Привет. Как тебя зовут, Дема? А ты далеко ушел? Нет. Давай. Болтаешь? Измеряя демки и температуру, читаем книжку. Вот. Решили тоже почитать на камеру. Потому что девочки в Инстаграме попросили у меня домашних влогов. Поэтому я сделала этот влог таким домашним. Мы с Демкой читаем. Как называется? А что у... А то у вас. Да. Кто на улице? Гидио. Кто на улицу? Гидио. Толя. Пел. Борис. Борис. Морчал. Николай. Николай ногой качал. Дело было. Нечего. Вечером. Вечером. Делать было. Нечего. Галка. Чё на забол? Кот. Забол, чё на седок. Тут сказал ребятам... Боя. Просто так. У меня... Команник Грот. А у вас? Грот. А у нас? Команник Грот. Нет, а у нас сегодня... Гость. Гость. А у меня... Привет. Как тебя зовут? Дубль два. У нас просто... Как тебя зовут, Оля? У нас локация, смена локации. А у тебя и кошка, Оля? Потому что у меня сел телефон. Да. Он колесо победит. Давай, Болтун. На чём мы закончили? А у нас сегодня кошка. А где котят? Котята. Видите, Мюшка? Только надо... Подожди, подожди. Чётче надо говорить. Котята. Котята. И бьются не хотят. Пизиёны, пизиёны. Чау. А из нашего... Окошка? Площадь красная видна. Видна. Да. А из вашего... Окошка только улица. Немножко. Мы гуляли по Ниглиной. По Ниглиной. Заходили... На бульвар. На бульвар, правильно. Нам купили... Пизиёны, пизиёны. Катя Шау. Синий-синий, при зелёный, красный шар. А у нас... Камани... Газ. А у нас огонь погас. Это раз. Огонь погас. Грузовик. Её два. Правильно. Это два. Это два. А в-четвёртых... Мама. Наша мама отправляется... Полёт. Полёт, правильно. Полёт. Почему? Потому что наша мама называется... Пай. Пилот. 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 Правильно. С лесенки ответил Вова. Мама-лётчик. Что ж такого? Мама-лётчик. Что ж такого? Вот у Коли... То у Коли... Например... Например... Мама... Мама... Милиционер. Милиционер. А у Толи и у Веры... Обе мамы инженеры. Идеи. А у Лёвы мама... Повар. А что у тебя на лбу? На лбу что у тебя? Виси умойся. Что это такое? Так. А у Лёвы мама повар. Мама-лётчик. Что ж такого? Всех важней... Мама-лётчик. Что такого? Всех важней, сказала Ната. Мама-вагоновожатый. Мама-вагоновожатый. Потому что до зацепы водит мама два прицепа. Два прицепа. Класс. И спросила Нина тихо. Разве плохо быть портнихой? Портнихой. Кто трусы ребятам шьёт? Труник, конечно, не пилот. Правильно. Ну, конечно, не пилот. Лётчик водит самолёты. Да. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это... Тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Это тоже хорошо. Есть учительница в школе. Это тоже хорошо. Мамы разные нужны. То есть... Нужи. Мамы всякие важны. Нужи, да. Дело было вечером. Дело нечего. Спорить было нечего. Нечего. Вот так вот. А вы какие книжки любите читать? Пишите в комментариях. Девочки, я только вышла из салона. В понедельник буду приводить руки в порядок. Сейчас был педикюр с покрытием на ногах. У меня больше года, а я в инстаграм сказала, я так заметила, о том, что последний год, вот после того, как я вернулась после Шри-Ланки, я не красила ногти на руках в яркие цвета. Потому что раньше я очень любила черный, красный, вот. Мне очень нравится на других девочек. Но сама я почему-то хотела очень-таки нежные оттенки. Или белый, или такой молочный, или розовенький. Ну, такой еле-еле розовенький. Я так задумалась сегодня, выбирая покрытие, цвет, я думаю, а почему бы не сделать яркие ножки? Ну, в смысле, лак на покрытие, Шри-Лак на ногах. И выбрала. Кстати, у кого Шри-Лак на ногах? Вы знаете, как это удобно? Я не знаю, как вам, но мне очень удобно. Раньше у меня были, ну, как бы просто обычным лаком я красила ногти. И мне доводилось довольно много уделять времени именно педикюру домашнему. Когда я начала ходить в салон делать Шри-Лак на ногах, вообще стало так легко. И ногти выглядят гораздо ухоженнее, нежели я делаю самостоятельно дома. Вот, или у меня просто руки не с того места растут, я просто не знаю. Вот, напишите, пожалуйста. Просто интересно, сколько вас таких, как я, и сколько таких, как я была ранее. Вот, потому что я не вижу ничего плохого и не вижу ничего хорошего. То есть, ну, как бы кто-то так делает, кто-то так делает. Это, ну, просто, просто поговорить, как говорится. Так, к чему я? И сегодня я сделала красные, красные ногти у меня на ногах. Так прикольно. Такое какое-то ощущение, наверное, уже я жду весну, прям весну-весну. Сейчас солнышко, на улице очень холодно, я в парке, и мне все равно холодно. Вот, и снег лежит, но все равно уже как-то ощущение весны. Ну, вот так вот. Переживаю за малыша своего, за Доминичку уже нет, потому что она уже почти не кашляет, и она выздоравливает. Мама тоже идет на поправку, ее в понедельник выписывают, сегодня суббота. Вот, поэтому я так, знаете, так выдыхаю. Вот остался еще Демушка, сейчас мы поймем, что с ним. Но я думаю, что это просто вирус, но он начал так покашливать. И я в Инстаграм тоже у девочек спросила. Кстати, я в Инстаграм начала сторисы все чаще и чаще снимать, и мне начали писать о том, что, ой, Аня, это классно, как мини-влоги, то есть в реальном времени. Вот, поэтому подписывайтесь. И девочки мне начали говорить о том, что Кайтань, можешь не переживать, может быть, это, ну, если кашля не усилится, там, например, да, как у Ники, то вполне возможно, что это просто сопельки стекают внутри и как бы раздражают слизистую. Но я так задумалась, соплей-то у него нету. Ну, в любом случае, я сейчас наблюдаю. Сейчас он спит, я мчу домой, я побыстрячку, и хотела, кстати, вам показать. Вообще, начиная с одного, заканчивая с одного. Это сумбурное у меня настроение. Крем-парафин, цветочный нектар. Стоит он 233 гривны. Мне, почему его порекомендовали? Мастер, которая делала мне педикюр, говорит, очень сухие ноги, говорит, чем ухаживаешь? Я говорю, ну, по сути, почти ничем. Есть у меня крем пятки в порядке, но, говорю, там такой запах, я не хочу из-за этого пользоваться им. Она говорит, есть у нас крем-парафин, и он с хорошим вкусным запахом, и их много разных. И я говорю, окей, и вот я, упс, мне открыли, я понюхала, девочки, ну, он, конечно, офигенно пахнет. Вот, говорят, что он очень жирный, ну, вот мне сказали, и использовать его можно. Я, кстати, сейчас и попробую. Он не смывается, ничего, он просто как крем. Он очень такой прям жирненький, наносите на пятки до колена, то есть начинаете с пяток, и вверх, 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 и до колена. И руки, и до локтя вместе с локтем. Ну, вот так мне порекомендовали. Буду пробовать, потому что у меня жуткий авитаминоз. Я, кстати, пью витамины. Вот, могу дома показать, какие, но я вам уже во влогах ранее показывала, вот, эти витаминки. Начала пить витаминки, и вот надо сейчас ухаживать за кожей, потому что она бедненькая, просто стрессует. И у меня на канале «Жизнь мамы, которая девушка», вот в ближайшее время выйдет видео «Мой весенний уход за лицом». Я, в принципе, довольна собой. Единственное, что я начала менять питание, я отказалась от алкоголя полностью вообще навсегда, и от кофе. Я понимаю, что, в принципе, когда-то, может быть, кофе можно выпить, когда там надо срочно поднять давление, а препаратов никаких нету, так как я вообще гипертоник, ну, как бы мне кофе по сути нельзя. Но иногда бывает, когда очень низкое давление, я все-таки кофе выпиваю. Но раньше я пила его один раз в день, стабильно, всегда, с утра. Сейчас мы с мамой пили, и сейчас я маме говорю, мам, я пью цикорий, ты пьешь кофе. Ну, то есть, если ты хочешь, потому что говорю, ну, вот я так. Она, как, а как же наши посиделки? Я говорю, мы будем так же сидеть, только я буду пить цикорий. То есть, я отказываюсь от кофе и от алкоголя. Также я, Демка, на диете, и, соответственно, дома питание тоже поменялось. Я сейчас убираю из дома весь шоколад и вообще все, что связано с шоколадом. Я не говорю, что я вообще его есть не буду. Понятно, что где-то как-то, но в таких количествах, когда я могла, например, пить кофе с шоколадом или цикорий с шоколадом, именно там чуть ли не плитками, а вы знаете, я любительница шоколада. Вот сейчас я хочу от него избавиться. Меняется гормональный фон после 30, и плюс я, как блогер, на себя постоянно все мажу, мажу, пробую, пробую. И понимаю, что как бы от этого страдает кожа. Ну и я же говорю, сейчас была, кстати, в салоне, я спросила у косметолога, говорю, ну вот такая-то ситуация, то есть у меня, в принципе, вроде все неплохо, но появляются время трения прыщики. Никогда, говорю, у меня такого не было. Она мне говорит, обратите внимание, первое, это питание. Говорит, вот попробуйте, а потом, говорит, уже можно подбирать какие-то уходы или что-либо. Но она мне сразу сказала, говорит, у вас не уход как бы проблема, у вас проблема в питании. И вы мне писали в Инстаграм, я тоже сказала, вот, девочки, меня сыпет. Кто-то начал писать о том, что это питание. И я такая говорю, ну как питание, я же вроде питаюсь сейчас лучше, чем питалась до этого. А вы мне говорите о том, что вот как раз организм и чистится, то есть он выбрасывает через кожу, можно сказать, токсины, да, которые накопились в организме. И я так задумалась, почитала вечером, когда малого укладывала. И да, действительно, это так. Но я как бы это знала, но не знала прям точно. А вчера, да, вчера, я почитала, и действительно, боже, какой он жирный, такой прикольный-прикольный. Надо срочно на все тело нанести. Я думаю, что ничего не будет, у меня очень сухое тело, поэтому, ну кожа. Поэтому надо, 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 надо. Вот, поэтому Инстаграм меня спасает. Вы такие как прям подружечки-подружечки, в плане того, что всегда придете на помощь, всегда посоветуете. Я вам очень благодарна. И, кстати, вот с Демой. У меня вот эти вот истории, когда он болел, и я давала антибиотики, когда у него был АТИТ. Ну, врач назначал антибиотики от АТИТа. И вот, получается, почти, ну, за 4 месяца он пил 3 раза антибиотики. Ну, представьте, бедный ребенок. Вот у него тогда нарушился стул, начались высыпания. Ну, то есть мы просто подорвали поджелудочную, наверное, скорее всего. И, в общем, мне жалко малого. Поэтому сейчас я не даю никаких лекарств, кроме как вот отпаиваю и жаропонижающие. И все, больше ничего я не хочу ему давать. Вот. Ну, как бы, пока у меня такая стратегия. И я думаю, почему я раньше этого не делала? Почему, почему, почему? Это, как говорится, все приходит со временем. Вот если это придет пораньше, это будет лучше. Также постоянно проветриваю помещение, постоянно работает мойка воздуха. Я думаю, что мы быстренько поправимся. Так, о чем я еще не рассказала? А, я вам... Это, знаете, такой юмор. Я в Инстаграм не буду об этом рассказывать. Я вам расскажу здесь. Кто подписан в Инстаграм, тот как бы поймет, о чем речь. Когда я ездила и сейчас езжу по делам за город, по каким делам, я не говорю специально, потому что, ну, знаете, как, я в Инстаграм тоже спрашивала, надо делиться или нет. Вы говорили о том, что, типа, ну, типа того, что счастье любит тишину. Это, как бы, отчасти счастье, но это касается, как бы, больше бытовых таких вопросов. Поэтому я решила, когда у меня вот все уже, я буду точно знать, что да, это так, тогда я вам расскажу. И получилось, что я сейчас занимаюсь там определенными вещами и езжу за город. И начали девочки смеяться еще давно, ну, как бы в шуточку, что я езжу к любовнику. Ну, я начала, как бы, поддерживать, говорю, да, конечно, деревенский парень, ну, то есть хи-хи-ха-ха, как с чувством юмора мне все в порядке. И потом, когда следующий раз я ехала, опять мне начали это писать. Потом я опять ехала, уже сама сказала, ну, что, девочки, я еду к любовнику. Ну, то есть шутка за шутку, шутка за шутку. И вот, знаете, некоторые люди, которые без чувства юмора в Инстаграм мне начали писать о том, что у меня проблемы с личной жизнью. И я такая думаю, опа, ну, то есть как бы, я не знаю, как на это реагировать, потому что я никогда не лезу в чужие отношения. Все, я вам много чего рассказала, у меня прям такая болтология в автомобиле, это уже, наверное, как у меня традиция, и тем более, когда тепло, когда светит солнце, всегда хочется болтать в автомобиле. Поэтому, кто любит болталки, тому классно, кто не любит болталки, ну, простите, ну, видите как, не получается по-другому. Всех люблю, целую, я на этом влог заканчиваю и поеду домой, я надеюсь, что мои быстренько поправятся, и мы наконец-то будем ходить по заведениям. Я начала в Инстаграм писать свои впечатления о заведениях, которые мы посещаем, там, с детьми или я сама, то есть, ну, неважно. Я стараюсь, как бы, ну, делиться с вами всем, что узнаю сама. Поэтому, опять же, подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь на мой второй канал Жизнь, мама, которая девушка, и до новых видео. Пока-пока.